Всем привет! Меня зовут Абами Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. Сегодня я решила поделиться с вами моей самой любимой косметикой и рассказать вам о косметике, которая делает меня красивее. Той косметикой, которой я пользуюсь каждый день и очень нежно при этом люблю. Если ты впервые на моем канале и еще по какой-то причине не подписан, то обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропускать. А мы, пожалуй, приступим. Если вы смотрели одно из недавних моих видео про мой косметический стол, столище, то, вероятно, вы знаете, что косметики у меня много. Но из этой огромной кучи косметики есть все-таки мои наибольшие предпочтения, которые я использую практически каждый день. Сегодня я покажу вам именно их. Вероятно, вы уже заметили эти ногти, и с ногтей я считаю, что нам нужно и начать. Во-первых, вы должны посмотреть на мои ногти. Это накладные ногти. Ногти от Lime Crime. И это, мне кажется, просто восхитительнейшая любовь, и иначе я не могу это никак назвать. Короче, суть в том, что эти ногти можно подпиливать как в душе вашей угодно, и они подпиливаются суперэлементарно. То есть я сделала себе такую форму и немного сузила ногтевую пластину, чтобы не было по размеру, буквально за несколько секунд, потому что сами ногти пилятся прям как свои собственные. Теперь сразу хочу показать вам вот эти вот помады от MAC. Вернее, это даже не столько помады, сколько это какие-то бальзамы с цветом. Почему именно они? В MAC в принципе очень много классных губных помад и всякого такого для губ, но я в диком восторге именно от этой серии. Во-первых, потому что тут какие-то крутые цвета. Во-вторых, потому что упаковка очень экономная. Ее хватит, мне кажется, на всю мою оставшуюся жизнь. Да, я не каждый день пользуюсь этой помадой, но я уверена, что дело не в этом. И, конечно же, что мне еще очень нравится, это то, что она дает очень нежный оттенок губам. Она передает цвет очень плавно, и губы просто становятся лучше, чем есть на самом деле, но вот знаете, с каким-то таким вот оттенком. Дальше я хочу приступить вот к этой вот палетке, показать вам ее. Это палетка от NYX, их серия с элементами всевозможными, и конкретно эта палетка воздух. Вот такие вот цвета внутри этой палетки, и вот почему мне она нравится. Цвета-то весьма специфичные. Дело в том, что эти тени имеют безумно стойкий пигмент. Безумно стойкий и безумно сочный. Знаете, вот когда ты наносишь тени, и они прям моментально у тебя оказываются навеки, и тебе не нужно никаких там дополнительных махинаций с этим проводить. Вот смотрите, да, допустим, вот. Вы видите, насколько эти тени пигментированы? И настолько, насколько они пигментированы, они настолько же хорошо растушевываются и ложатся навека. И, в принципе, вы знаете, у этой серии очень много других цветов. И, допустим, если кому-то не подойдет серия воздуха с этими кислотными розовыми там и блестящими оттенками, то вы можете найти себе какую-то более, ну, так сказать, классическую палетку, потому что качество теней, оно реально лучшее. Вот очень-очень мне нравится. Это моя корейская любовь. Тональный крем от Secret Kine. Не тональный крем, а BB крем с SPF 50. Сейчас я вам покажу, почему я так сильно его люблю и хвалю. Он подстраивается под цвет кожи. Когда я летала с ним на отдых, я использовала этот крем, и он идеально вкатывал мне мои кожи, ну, немного подзагоревшие, и моей светлой кожи он тоже вкатывает. Впрочем, к чему все эти размышления? Давайте я вам просто наглядно покажу. Сам по себе он белого цвета, смотрите. Я нанесу его на ладонь, ну, как бы казалось, совсем не мой цвет, да? А сейчас, когда я его растушую, все изменится. Он растушевывается в какой-то желтоватый оттенок, но через какой-то промежуток времени, когда крем подсыхает, он действительно адаптируется под вашу кожу. Давайте я сейчас подержу руку, и вы сами заметите, как он будет в итоге подстраиваться под мой цвет. Вот, он впитался, и он практически слился с моей кожей. Вы только на это посмотрите. Это реально магия. Раз уж мы прошли по Корее, давайте дальше покажу вам вот эту вот пудру. Это прозрачная пудра, тоже, опять-таки, корейская фирма. И смотрите, как она выглядит. Во-первых, то, как она выглядит у самой пудреницы, мне очень нравится. Да и упаковочка такая приятная, собственно, поэтому я все это и купила. Но, когда ты наносишь эту пудру, она как бы ложится белым прозрачным цветом. Белым прозрачным цветом? Короче, она ложится очень-очень свободно, очень-очень нежно. Она ложится, и как бы немного выбеляет вашу кожу. Если вы не ставите своей целью загар, то вам это идеально подойдет, потому что она только подчеркивает ваш нежный цвет кожи. Кстати, расскажите, пожалуйста, вам была бы такая интересная тема для видео. Это сравнение корейской косметики и европейской косметики. Но не в плане корейский макияж, да, там, как кореянки красятся и как красятся, например, европейские девочки. Нет-нет-нет-нет-нет. Именно чем отличается корейская косметика декоративная от европейской декоративной косметики? И то же самое, что касается ухода. Чем отличается корейская уходовая косметика и чем отличается европейская уходовая косметика? Я очень давно думаю на эту тему, и мне было бы очень интересно узнать ваше мнение. Вам было бы такое интересно смотреть? Палетка теней NYX Lingerie. Чем примечательно? Во-первых, цветами. Во-вторых, цветами. И, в-третьих, качеством теней. Ничего лучше этих оттенков я еще не видела. Простите, палетка подубитая, но я думаю, сразу понятно, что человек ее использует. Цвета крутейшие. Особенно я люблю вот этот и вот этот. Ну, по ним заметно, они самые уничтоженные. Они передают очень красивый пигмент, и они сами по себе очень красиво лежат, потому что цвета очень красивые. Вы знаете, они очень драматичные, они очень такие вот тонные. И если ты хочешь быть такой секси-телочкой сегодня, то, в общем, вот NYX Lingerie, ну, собственно, полностью оправдывает свое название. Сексуально и прекрасно. Кстати, некоторую косметику я предпочитаю заказывать в интернет-магазинах. И помните, не так давно я рассказывала вам про кэшбэк-сервис Мегабонус. Так вот, с того момента все свои покупки с Алиэкспресс, например, или с любых других сайтов, с которыми сотрудничает Мегабонус, а их, между прочим, более 400, я совершаю только при помощи этого расширения. Я сэкономила кучу денег, и на сэкономленные же деньги накупила себе кучу других вещей. Мегабонус это вообще очень надежный и проверенный мной лично кэшбэк-сервис с кэшбэком до 40%, поэтому я очень рекомендую вам ознакомиться с ним. А еще вы получаете двойной кэшбэк на Алиэкспресс, там практически сумма до 10% получается для новых пользователей Алика. К слову про Алик, благодаря этому сервису вы также можете отслеживать вашу посылку, где она находится, что с ней сейчас происходит, и это очень удобно. И что самое главное для меня лично, моя любимая функция, это то, что вы можете сразу видеть надежность поставщика. То есть вам не нужно какие-то дополнительные жесты делать, вы заходите на страницу товара, когда вы серфите все это, и изучаете, и сразу видите, насколько этот проверц надежный. Давайте я вам сейчас это все продемонстрирую. Всю информацию видно прямо на странице с товаром. А еще помимо скидок, Мегабонус предоставляет купоны для многих магазинов. Их фишка в том, что вы можете поделиться купоном со своими друзьями в социальных сетях, и получить кэшбэк со всех, кто совершил покупки через этот купон. Кроме Алиэкспресса, Мегабонус, конечно же, содержит в себе, как я уже говорила ранее, более 400 других магазинов. И сюда же входит наш любимый Asos, также сюда входит M-Video, также сюда входит буквоед и связной. И многое-многое-многое другое. Сами проверьте и посмотрите. Я уверена, вы найдете там, с большей степенью правильности, вы найдете там свой самый любимый магазин. Я, по крайней мере, нашла. Ну и ссылочку вы найдете в описании. Дальше хочу показать вам еще одну помаду. Но это просто вот, это святая для меня помада на самом деле, потому что я являюсь... Та-да-да-дам! Амбассадором косметики NYX Cosmetics. И да, в каждом магазине NYX до конца этого месяца вы можете найти мое лицо. И вот с этой вот помадой в руках и на губах. Чем эта помада хороша? Ну, во-первых, конечно же, безумный просто какой-то цвет. От этого цвета я в полном восторге. И все мои подруги тоже в полном восторге. Во-вторых, консистенция. Она очень стойкая. И она очень круто лежит на губах. И она очень круто наносится. Но эта помада также обладает минусом некоторым. Дело в том, что она может подсушить вам губы. Я вам не буду втирать какую-то дичь, скажу, как есть. Но при этом, поверьте, если вы будете использовать на какую-то базу, на увлажняющую, или после этой губы будете использовать какой-нибудь бальзам, то вы будете ей наслаждаться так же, как я. Потому что цвета очень, очень крутые. У меня с корейской косметикой на самом деле очень простые взаимоотношения. Мне нравится упаковка, я беру, покупаю и не разочаровываюсь. Уж не знаю, как у вас дела обстоят, но у меня вот с корейской косметикой всегда был только положительный опыт. Всегда. Так вот, смотрите. Во-первых, все это выглядит очень чудесно. А во-вторых, в этих румянах есть... Да-да-да, вон там блесочки поблескивают, блесочки поблескивают. И выглядит она, ну, скажем так, мягко, офигительно круто. Я знаю, что мои подписчики, кто постоянно меня смотрит, заметили, что в последнее время у меня немного другой макияж. Сейчас я вам расскажу, в чем же ключевая особенность моего макияжа, нового моего макияжа, это в том, что я наношу румяна вот так. То есть я наношу их по линии обгара. То есть, знаете, когда ты лежишь на солнце, у тебя вот эта вот часть обгорает. И я сейчас наношу румяна именно вот по этой линии. Я не знаю, мне кажется, лицо с этим становится каким-то более милым, более няшечным, пусечным. И мне так нравится, потому что у меня сейчас такое настроение, мне хочется быть миленькой. И, ну, у меня плохо получается, но мне хочется, поэтому я делаю именно так. Вот. Вся история, да? То, без чего просто никак нельзя было оставить это видео. Это средство для бровей. Боже мой, дорогие мои подписчики, я просто кайфую. Ничего лучше вот этих вот штук для бровей от Maybelline в моей коллекции никогда не было. Вот серьезно. Вот эти два средства, они разные. Но я не могу сказать, какой мне нравится больше, поэтому покажу оба. Смотрите, в чем прикол. Это цветной гель для бровей. И у одного геля вот такая вот щеточка. Ну, то есть весьма странные формы. У другого геля сейчас покажу. Немного другая щеточка. Вот такая вот. Тоже странная, как лопаточка какая-то. Но так или иначе, какая бы щеточка ни была, эта или вот эта, они идеально работают с бровями. Это делает какие-то запредельно натуральные брови. Если вы хотите какую-то, знаете, лохматую пушистость в стиле Кара Дельвинь, то вам это просто очень надо. Потому что оно дает цвет, оно дает стойкость, оно дает пушистость. То есть, мне кажется, даже из самых тонких бровей при помощи этого средства можно сделать довольно-таки плотные, густые, мохнатые брови. При помощи же этого средства вы просто можете делать укладку своим бровям, как вам угодно. Плюс очень удачные цвета. Мне кажется, для нашего европейского, славянского типажа, вот эти вот цвета очень-очень редки, потому что они не содержат рыжины. Они именно серые. Ну, то есть, они не то, чтобы они седые, они именно с холодным подтоном, не с теплым, как это очень любят производители, например, Люкс Марк. Они почему-то любят какую-то рыжину добавлять. Дальше я хочу показать вам вот такую вот помаду. Это тинт. Тинт в форме фломастера. Просто зацените. Во! Очень специфичная форма, конечно, у этой помады, но я вам так скажу, она мне пришлась по вкусу. Я понимаю, что это очень на любителя, но у меня никогда не было такой помады, поэтому я была безмерно счастлива, когда подруга мне ее притащила. Это, конечно, что-то запредельное. Кстати, по-моему, в России они не продаются еще пока, но я надеюсь, что скоро будут, потому что очень бюджетная фирма, но, блин, то, как она лежит на губах, это невероятно круто. Дальше совсем полная противоположность к этим блескам. Это Lime Crime. Эта помада, конечно, произвела на меня сильное впечатление. Сначала я думала, зачем вообще-то кому-то нужны эти все глиттеры? Ну, будешь ты сидеть, как селедка обмазанная и поблескивающая, не знаю, на ветру, на камушке где-нибудь у болотца. Да, был странный ход мыслей, но в какой-то момент ты берешь и пробуешь какую-то вещь, которая тебе изначально не нравится, а потом ты офигеваешь от того, какая ты сразу стеяющая и красивая и все такое прочее. Эти блески, они какие-то невероятно крутые, и макияж сразу преображается, и выглядит это все так космически, тамблер, кек, чебурек, в общем, вы поняли. Следующая моя любовь, безусловно, это вот эта помада. Если бы Ник спросили у меня, амбассадором, какой помадой я бы хотела бы быть, я бы разрывалась между вот этой и между вот этой. И не могла бы сказать, какая лучше, потому что они обе очень крутые. Конкретно в этой помаде мне нравится ее стик. Смотрите, как это все выглядит. В чем прикол тут? Вот у нее есть скошная такая форма, и вы с помощью этой скошной формы рисуете себе губы без каких-либо дополнительных ухищрений, без навыков, без кисочек, без всего. Просто взяла, нанесла на губы, у тебя идеальная, ровная, симметричная форма. Ну, Maybelline тушь, это просто, знаете, вот, когда я слышу Maybelline, я представляю тушь, когда я вижу тушь, я представляю Maybelline. Maybelline тушь. Хороша, как и всегда. Но мне кажется, у них не было никогда неудачной туши. Вот уж так повелось сейчас в моих школьных лет, всегда пользовалась, всегда была довольна. Но вот это поразило меня в самое сердце. Посмотрите на ее форму. Форма очень странная. И сразу скажу, если в глаз попадает, очень больно. Прямо писец, как больно. Но то, что она делает с ресницами, это что-то шедевральное. Даже с нижними, которых у меня нет. У меня очень все плохо с ресницами нижними. С верхним все классно, но нижних, ну, у этого человека просто нет. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. А если это так, то ставьте ваши лайки, лойсы, классики, палец вверх, как угодно. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И подписывайтесь на мой инстаграм. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Наверное.